Передайте по салону. Эта фраза практически вышла из употребления современного жителя Подмосковья. В Московской области создают систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Карта «Стрелка», которая уже стала популярна среди химчан, первый шаг в этом направлении. В июне создатели карты запустили пилотный проект – объединенную карту «Стрелка» с приложением «Тройка». Теперь одной картой можно оплатить проезд на всех видах транспорта. Многие химчане уже оценили новые возможности. Александра Герасимова ежедневно ездит на работу в Москву. Для нее за один день проехать на электричке, в метро и на автобусе – дело привычное. Езжу на работу на транспорте от дома до станции, станции до Ленинградского вокзала, далее на метро. Возвращаюсь также на метро и на троллейбусе или маршрутке. Все оплачиваю картой «Стрелка». Очень удобно то, что «Стрелка» и «Тройка» в одной карте, поскольку это не 10 карт в сумке и не нужно искать. Александра подсчитала – выгода ощутима. При покупке разовых билетов приходится отдавать 43 рубля. При использовании «Стрелки» каждая десятая поездка стоит на 2 рубля дешевле. Таким образом, стоимость билета может снизиться до 20 рублей. С Сашей согласны и другие химчане. Очень удобно, не нужно с собой мелочь по карманам таскать. Один раз в месяц положил деньги и уже и забыл. Ездишь, тем более с каждой поездкой билет дешевле становится, чем за наличные. А кондукторы теперь могут не напрягать голосовые связки и не напоминать пассажирам «передаем за проезд». Наталья Таушканова говорит, удобно пассажиру, удобно и кондуктору. Главное, чтобы проезд был оплачен. Для них это удобно, дешевле. Проезд, естественно, для них ниже обычного. И карта «Стрелка», она чем больше не пользуется, дает больше скидки. И, естественно, люди в этом удобно им пользоваться. Если человек оплачивает, нам без разницы чем. По данным Химки Электротранс, более 60% химчан выбирают карту «Стрелка». И с каждым месяцем количество проездов по этой карте возрастает. Для перевозчиков это удобно. Не надо искать мелочь на сдачу. Для нас для перевозчика это очень удобно. Безналичный способ оплаты. Оплата поездки происходит быстрее. Нет необходимости искать какие-то мелочи, разменный фон. А для пассажира это выгодно. С каждой десятой поездкой на 11 у него идет скидка. И оплата проезда по карте «Стрелка» дешевле, чем за наличный расчет. Для удобства пассажиров работает мобильное приложение. В нем жители могут отслеживать списание и пополнять баланс карты. Недавно появился ряд обновлений. Карта удобна не только в использовании. Пополнить ее – дело пустяковое. Существует огромное количество способов. Карту можно пополнить как контактным способом. Более чем в 40 тысяч пунктах пополнения карты. Это, например, терминалы банков-агентов, салоны сотовой связи. Также карту можно пополнить удаленно. Например, находясь дома или стоя на остановке в ожидании автобуса. В городском округе Химки весь общественный транспорт оборудован терминалами для приема карты «Стрелка». Такая безналичная оплата проезда создает более удобную и прозрачную систему расчетов. Я считаю, что это в интересах и округа, и жителей, и перевозчиков. И, наверное, это то, что сегодня позволяет снизить сдержки и упростить саму схему расчетов. Уже более 50 тысяч пассажиров по всей Московской области пользуются объединенной картой. Если вы хотите сдать свою обычную стрелку и приобрести карту с приложением «Тройка», это можно сделать в офисе автоколонны 1786 по адресу улица Пролетарская, дом 18. Екатерина Юшина, Виктория Волкова, Дмитрий Куликов. Служба новостей.